Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала, так сказать, фолловеры. Меня зовут Евгений Игоревич. Сегодня, как говорит классик, я календарь переверну и 24 сентября. Это еженедельные гастроновости, так сказать, the first gastro news over the world in Russia. Из праздников сегодня день дня, день машиностроителя и день караванщика. По старому стилю Федорины вечеринки, давайте начинать. Профессиональный едок из Европы съел 500 грамм моцареллы за одну минуту. Как будто слабенько, не думайте. У меня есть как минимум человек 10, а то или 15, которые с легкостью побьют этот рекорд. Я думаю, у вас они тоже есть. То есть, ваша мама употребляет? Был момент. А вы? Момент есть. Кто не знает, моцарелла это сыр рассольный, который делается из буйволинового молока, но в основном производители делают его из коровьего. И я его просто обожаю. Изобретательный домашний пекарь приготовил витражный хлеб. Девушка готовит выпечку дома, выкладывает фотки и видосики в соцсеть. И вот она сделала такой, вот такой хлеб. Мне кажется, получилось очень клево. Не думаю, что там есть какие-то вкусовые фейерверки, но выглядит он однозначно на 10 из 10. Подглядывайте, вдохновляйтесь и творите вот такую красоту дома. Мне кажется, это супер хобби. В Вологде открылся первый интерактивный музей, посвященный сливочному маслу. Если вы находитесь в Вологде где-где, думаю, можно заглянуть. Более всего меня интересует, какой интерактив в музее масла. Если сходите туда, пожалуйста, расскажите. Музей, кстати, расположен в старинном здании 19 века по адресу Октябрьская 11. Раньше в нем жил купец Александр Бурков. Его семья совладела тремя маслодельными заводами. Так что не все так случайно. Ученые научат морских бактерий есть... И заглох. Ученые научат морских бактерий есть пластик. Что-то я вспомнил, как я приехал в Карамзинку, чтобы получить справку для водительских прав. Карамзинка, кстати, у нас называется психиатрическая больница. Вот захожу я в кабинет к врачу, а там сидит дедушка с прической, как у Эйнштейна. И сразу сходу он мне говорит, а ты вообще в курсе, что миром руководят бактерии? Я сразу понял, что дед на приколе, решил ему подыграть, и теперь я официально невменяемый. Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа. Ну, шутка, конечно. У нас состоялся просто максимально странный, но при этом смешной и интересный разговор. В итоге он мне дал справку, и все хорошо. А по новости все же знают, что сейчас остро стоит проблема окружающей среды и вот воздействия на планету и так далее. И, естественно, вот пластик в мировом океане. Разлагается он очень долго. И вот ученые разработали модернизированные бактерии. Они пересадили им гены пэторазрушающих ферментов и обучили есть пластик. Если что, речь про ученых из Северной Каролины. Честно говоря, я к этому отношусь скептически. Просто сейчас тема защиты окружающей среды очень перераздута. И многие этим как раз таки пользуются. Кто-то хайпует, кто-то зарабатывает деньги за счет инвесторов, там, тендеров и так далее. Но и, безусловно, есть те, кто действительно хочет помочь планете. Поэтому, если у ребят получится, я буду только рад. Главное, чтобы эти бактерии реально не захватили мир. Во Франции экоактивисты залили зеленый краситель в воду, поступающий в каналы и фонтаны. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вымирания водных организмов. Из-за их акции там погибла вся рыба. В продолжении темы заботы об экологии надо как-то комментировать. Я думаю, нет. В Тобольске будут производить рыбу в шоколаде. Ну что, гурманы, дождались? Пицца с ананасами, говорите, вам не нравится. Вот, пожалуйста, держите рыба в шоколаде. Это коллаборация фабрики Тобольск шоколадный и местного рыбзавода. Для новой закуски используются слайсы рыбы ценных промысловых пород и премиальный натуральный шоколад. И да, кстати, для них это уже далеко не первый эксперимент. Ребята выпускают шоколад с сибирскими ягодами и орехами, трюфели с жимовостью, щавелем и ревенем. А также необычные деликатесы. Шоколадные конфеты с маринованными огурцами и хреном. А? Так вот, получается, у кого Риттер Спорт тырил идеи. Только у Риттер Спорт кишка тонка воплотить это в жизни. Они просто рисовали дизайн на своих шоколадках. А Тобольск шоколадный взяли и сделали. Красавцы. Гиннес вернется в Россию. Если кто-то сомневался, а фанаты бренда ударились в тоску, то вытирайте слезки. Первую партию уже приняли, скоро будет в магазинах. Пора квасить. Найдена еда, которая устраняет похмелье. Это новость для тех, у кого встреча с Гиннес из предыдущей новости прошла слишком бурно. Я не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то, ребята, поверьте, это такой случай, когда весело мне вокруг людям не очень. Я, конечно, больше всего поржал на словом найдено. Найдено. Смотрите, что они нашли, я зачитываю. Избавиться от похмелья можно посредством ферментированных продуктов. Например, кимчи, кефира, чайного гриба, маринованных огурцов или квашеной капусты. Что скажете? Давайте попробуем в комментариях написать ваши проверенные продукты, которые помогают устранять похмелье. Я начну. Томатный сок и обязательно холодненький. Пивной бренд из Сингапура представил пуховик с пивной системой. Предлагаю добить тему пива вот этой вот красотой. Я зачитаю, потому что здесь идеально все описано, не добавить, не убавить. Пивной бренд Tiger, принадлежащий компании Heineken, совместно с британским дизайнером Изи Ду, создали предназначенный для лета пуховик Tiger Summer Puffer. Ну а че он умный мужик? Он по-английски разговаривает, слушай. Предмет одежды пронизан системой трубок, по которым подается вода. Тело охлаждается в точках, где сосуды располагаются ближе всего к коже. Вода остается холодной благодаря ледяному пиву, которое предварительно нужно поместить в специальные карманы. Самая низкая температура, до которой может дойти пуховик, 5 градусов. Куртка выполнена в фирменном оранжевом цвете Tiger, а форма капюшона повторяет форму головы тигра. Также по всему периметру дизайнерской вещи разбросаны детали, напоминающие полосы и клыки. Ну что тут сказать? Продано! Правильный выбор, Кевин. Сколько акций хотите взять для начала? Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах. Итак, барабанная дробь. Да, она тут не нужна, потому что это Цезарь. На втором месте оливье, на третьем греческий и замыкает список самых популярных салатов – капреза. Кстати, все эти салаты есть у нас на канале. Цезаря только нет, обязательно скоро снимем, не пропустите. В Литве предложили разрешить продажу продуктов с истекшим сроком годности. Но отметили, что еще пригодных к употреблению. Они предлагают продавать их со скидкой в 40-50%. Вообще проблема перенасыщения потребительской корзины не нова. Люди просто не могут скупить и съесть все предложенные продукты в магазинах. И сейчас вся просрочка уходит в утилизацию. Это, конечно же, убытки. И государству это вообще не нравится по разным причинам. В том числе и потому, что налоги с нереализованного товара не платятся. Соответственно, в Литве хотят реализовать этот законопроект. У нас тоже над этой проблемой думают. Только в наших магазинах дают скидку 30-50% на продукты, у которых приближается к окончанию срок годности. Не про срочки, прошу заметить. Она у нас тоже запрещена и тоже утилизируется. И недавно была инициатива вообще бесплатно раздавать продукты, у которых приближается окончание срока годности. Опять же, про просрочку речи не было. В сети завирусились огромные подушки в форме хинкали от азиатов. Просто посмотрите, какая это красота. Вроде как их в первые же дни продажа раскупили, но обещают выпустить еще. 22 миллиона долларов за три гребаных сяца! Мне лично такие очень нравятся и я тоже их хочу. Надеюсь только, что сок из них не выливается. Это были все новости на сегодня. У нас стоит прекрасная погода, бабье лето. Поэтому мы скоро пойдем гулять. Напоминаю, кстати, что сейчас в самом соку арбузы и дыни. Поэтому не упускайте возможность насладиться этой вкуснятиной. Можно, кстати, даже устроить пикничок. Всем пока! Ах да! Подписывайтесь на наш телеграм. Там все. Рецепты, обзоры. Юля, я, наша кошка. А еще посмотрите нашу новую рубрику «Мужской взгляд». Там тоже я отвечаю на вопросы Юли. Вроде получилось прикольно. Скоро вторая серия. Поэтому, если не смотрели, посмотрите. И не пропустите новую серию. Ну, теперь, наверное, точно пока. Все. Всех обнял.